И как это запишется на аудио? Да в придурка сидят и развлекаются. Почувствуй себя горылой. Теперь до мешковины даже не дотянуться. Сейчас я сделаю. В лицо кинут мешковины, конечно, было очень... Хороший... Смотри, стели сначала сетку. Мы прижмем ее мешковиной. Клади ее. Прекрасно. Все, вот, все. Все, Витя. Все идеально лежит. Извини, пожалуйста, это не только и не столько деревья. Это я знаю. А теперь я тебе расскажу. Поэтому слово дендролог меня просто напрягает. Потому что, ну... Кошмар, навалили мусора. Шикарно. Все, поехали. Еще до шарфика. Здравствуйте. Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас неожиданная тема, как может показаться, про укрытие растений. Ну, вы, конечно, скажете, январь на дворе, середина зимы. Какие уже могут быть укрытия? Вроде мы уже все работы в саду закончили. А на самом деле, вот вам и нет. Здравствуй, Витя. Сегодня у нас в гостях дендролог и ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко. И вот он как раз мне сказал, что на самом деле укрывать это растение нужно как раз именно ближе к весне. Да. Здравствуй, Андрей. Ближе к весне мы укрываем растение не от холода, как это мы делаем осенью, а от солнца. И это совершенно другая задача и совершенно другие материалы и все остальное. Слушай, ну скажем, мы же все-таки что-то уже осенью связали, замотали, рассказали. Получается, что мы зря это сделали? Нет, это зависит от того, о каких растениях идет речь. О каких? Что вы замотали зимой? Что вы замотали осенью? Что вы укрыли под осенью? Розы мы укрыли правильно? Да. Туи? Это можно было сделать весной. Замотали или укрыли? Ну, как правило, это делается все комплексно. То есть, сначала замотали, потом укругли. Дело в том, что нужно разделять различные задачи, которые стоят перед садоводом, перед этим, в общем-то, и перед растениями зимой. У нас есть листопадные растения, у нас есть вечно зеленые растения. В нашем климате, с суровыми, холодными зимами, вечно зеленых растений довольно мало. Это, конечно, хвойные и, в общем-то, рододендроны. В принципе, можно сказать, что все остальное это из рубрики северного банановодства, и это делают любители для себя. Поэтому наша задача будет закрыть вот эти вот вечно зеленые растения от яркого весеннего солнца. Зачем это нужно в климате, где суровая зима? Это происходит из-за того, что при промерзании почвы корни не могут впитывать влагу и не могут передавать ее вверх надземной части растения. Но при этом в конце зимы и весной, когда наше северное солнце перестает просто светить и начинает греть, происходит нагрев хвои, нагрев листвы. Она начинает испарять влагу, и из-за этого происходит весеннее иссушение. Это достаточно распространенная проблема. Часто говорят, что растение, что у нас сгорело весной что-то. Ну, конечно, оно сгорело не в физическом смысле, оно просто высохло из-за того, что земля промерзшая, корни не могут впитывать влагу, стебли промерзшие, стволы промерзшие, соответственно, влага не поднимается к хвоей или листве. И это приводит к тому, что растение теряет декоративность, ну, в особо экстремальных ситуациях может даже погибнуть, хотя это редкость. Поэтому весной нужна защита от солнца, нужно создать искусственную тень. Для этого используются материалы, которые должны быть дышащими, но при этом притеняющими. Мой любимый вариант это фасадная сетка, я практически всегда использую только ее. Но также используется мешковина и различные агротекстили, нетканные материалы, такие как спонбонд, лутросил и так далее. Сейчас их много торговых марок, но суть одна, это сваренные полипропиленовые волокна. Почему мне не очень нравится мешковина и не очень нравится лутросил? Сейчас я объясню. Мешковина намокает. Она дает хорошую тень, но как любая органическая ткань, мешковина делается из джута, льна и подобных волокон. Оно впитывает влагу, и если у вас уже солнце пригревает, допустим, снег, который выпал уже после того, как вы защитили растение, то влага впитывается, и мешковина становится тяжелой, что может привести к каким-то повреждениям растения. Как минимум может исказить его форму, либо просто поломать какие-то отдельные ветки. То есть, ее нужно делать по каркасу желательно, либо просто совсем рыхлый вариант мешковины. Второй материал, вот агротекстиль, нетканный материал, он, в принципе, работает как парник. Он, конечно, дышит, он, конечно, пропускает воздух и пропускает влагу, но в целом он не то чтобы утепляет, нет, он, конечно, не утепляет, но он не пропускает воздух, не пропускает это, и происходит внутри этого растения, которое покрыто этим материалом, начинает страдать еще больше, чем если бы оно просто стояло на солнце. Потому что, если у вас не сделаны продухи, то есть, если просто сделано укрытие поверх всего и плотно замотано, как часто мы можем видеть на примере туй, то у вас татуя внутри прекрасно получит температуру днем, солнечным днем градусов на 10-15 больше, чем на улице, а корни-то все равно замерзшие, не могут влагу поднимать и пострадает еще больше, чем если бы ее оставили просто так. Поэтому нетканые материалы только при условии продухов. То есть, вы оставляете большие отверстия снизу и сверху, чтобы у вас там был воздух. И, конечно, не прямо поверх хвои, а желательно на каркас. Нужно еще упомянуть плотность. Дело в том, что они бывают разной плотности. Есть совсем тонкие, совсем рыхлые 20-40 грамм на квадратный метр. Они вряд ли создадут большие проблемы. Но если вы используете 60-80-90 грамм на квадратный метр, то это уже довольно плотно и довольно плохо. Обязательно нужно делать продухи. То есть, я так понимаю, что агротекстиль и мешковину мы можем использовать, но должны брать, во-первых, самый тонкий материал, который пропускает воздух и максимально просвечивает. Фасадная сетка не очень такой типичный материал. Я, честно говоря, затрудняюсь даже догадываться, где можно приобрести фасадную сетку. Она продается и как фасадная сетка в компаниях, которые поставляют материалы для строек, так и как сетка для притянки в компаниях, которые поставляют материалы для питомников и садовых центров. Так что, это, в принципе, один и тот же материал. У нее тоже есть разная плотность. Оптимальная, на мой взгляд, это где-то 70 грамм на квадратный метр. Это многоразовый материал. Вы можете использовать год за годом. То есть, мешковина намокнет, станет некрасивой. Спонбонд и лутросил тоже, в общем-то, не очень долговечны. Но фасадная сетка реально очень долго служит. То есть, это хорошая инвестиция, если у вас в саду есть какие-то экзоты, за которых вы опасаетесь. Особенно, если они посажены в неподходящее место. Например, радодетром, но она ничего не весит практически, во-первых. Она легкая, на нее не будет, она не намокает. Даже если на нее нападает снег, даже если он оттает, протечет, то он не будет здесь вот в ней задерживаться. То есть, она действительно не повредит растению. То есть, ее можно просто прямо поверх растения аккуратно бросить, где-нибудь в конце февраля, начале-середине марта И закрепив, например, хомутами, которые для электричества используют ферёвкой, как угодно. Просто, чтобы она сверху притеняла. Продается она тоже как бы погонными метрами, я так понимаю. Она продается погонными метрами, она продается рулонами. Она бывает разной ширины, по-моему, до 4 метров ширина на рулон. То есть, и длиной 25-50 метров. То есть, это можно защитить растения, как небольшие, так и очень крупные. Витя, ну вот скажи, я понимаю всё с рододендронами. Мы над ними вообще очень трясёмся. И строим и шалашики, и укрытия. И, в принципе, лично я готов к своим рододендронам выйти в ядваре в феврале и накинуть на них фасадную сетку. Ну, вот туи. Их достаточно много сейчас в наших садах стало. У некоторых их по 200-300 штук. Скажи мне, нужно ли укрывать именно туи? Думаю, что здесь это зависит от того момента, когда растение посажено. Когда вы сажаете вечно зелёное растение весной, а особенно осенью, в частности туи, оно не успевает развить корневую систему. У нас наступает зима, ну, допустим, вот какая-то обычная зима 2020-2021 года, когда морозы в городе достигали 20 градусов, пускай это было на 1-2 дня, в области до минус 30 в северных районах. Несмотря на то, что сейчас оттепель, в целом это можно считать достаточно обычной зимой для нас. То есть у растений просто не развита корневая система, они не укоренились, они не освоились на новом месте. И поэтому они действительно могут пострадать в первую же весну после посадки. Большинство таких хвойных, как туи, можжевельники, тисы, в последующие годы, может быть, через 3 года, через 2 года, но здесь зависит от того, насколько вы уверены в том, что это всё хорошо укоренилось. Их уже можно не укрывать. Но вот я бы сказал, первый год после посадки это обязательно. Также, если у вас растения, такие как рододендерные, например, растут не в том месте, где им хорошо, то есть там, где они оказываются ранней весной на солнце, возможно, летом они у вас растут в тени листопадных деревьев. Но именно в самый опасный для них период, с конца февраля по середину мая, пока деревья не развернут свои листья, они могут оказаться на полном солнце и пострадать. И вот это тоже очень важный момент. Нужно смотреть при планировании. То есть это можно, конечно, смоделировать с помощью разных программ, но можно посмотреть и своими глазами, какая высота солнца над горизонтом в том или ином месте вашего сада. В частности, где-то в середине сентября, в середине октября уже можно приблизительно высота солнца над горизонтом соответствовать тому, что у нас будет в марте, апреле, начале мая. То есть если у вас растения посажены так, что в это время они оказываются в тени, а в июне, скажем, и в июле оно на солнце, для него это безопасный вариант. Тогда, может быть, даже не нужно притенять. Но если ситуация обратная, как вот в случае с посадкой под покровом лиственных деревьев, листопадных деревьев, то здесь, конечно, нужно это делать будет даже постоянно, даже несмотря на то, что летом оно в тени. И немаловажный вопрос, когда это все нужно будет снять. Стоит ли с этим торопиться или лучше, наоборот, перебдеть и подольше оставить это все укрытым? По моему опыту, я все-таки укрываю, наверное, даже в середине марта, может быть, даже ближе к концу марта, хотя многие предпочитают это делать в середине февраля. И снимаю уже в начале мая, когда я точно вижу, что растение начало вегетировать. То есть конец апреля, начало мая. Зависит от весны. Просто у нас, может быть, весна, когда будет теплый февраль, марта, потом снова ударят морозы в конце марта, как вот было в 2020 году, когда у нас конец марта, начало апреля было таким холодным. Но, тем не менее, в 2020 году, то есть зимой 2019-2020 года, укрывать не нужно было ничего, я ничего не укрывал и ничего не пострадало. Потому что из-за мягкой зимы, из-за регулярных оттепелей, земля не промерзла, и растения просто успели преодолеть вот эти вот сложности физиологического иссушения без каких-либо последствий для себя. То есть все равно смотрим на погоду, чтобы добавлять лишней работы. Да, поэтому это не нужно делать в ноябре или декабре. Это прекрасно можно сделать в феврале, в марте. И, конечно, осенью можно связать, допустим, радодендроны, связать можжевельники скальные с артасовской кроны, типа скайрокета и подобных им. И после этого уже ждать, что покажет весна. Точнее, зима. Вот в этом году уже стоит. Если у вас растения недавно посажены, в частности изгородистую, если у вас просто в саду много хрупких растений, то целесообразно поискать компаний, которые оптом торгуют фасадной сеткой. Там часто бывают лучшие цены и лучший выбор плотности материала и размеров материала. Потому что в розничных магазинах, конечно, и цены выше, и выбор меньше. Наверное, даже более критично то, что меньше выбор. Цвет ее тоже может быть любой. Традиционный зеленый. И, кстати, именно благодаря этому она не очень бросается в глаза в саду, в отличие от белого нетканого материала. Мешковина тоже не бросается в глаза. Ну, вот так. Хорошо, Витя, спасибо тебе большое за интересную, своевременную и полезную информацию. Надеюсь, что она пригодится нашим зрителям. А вы оставляйте Виктору вопросы свои, если они у вас есть. И мы их обязательно ему передадим. Всего доброго вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»